Сегодня 19 июля 2019 год. Вот так вот работают очистные сооружения Синокомплексы Горноуральских. То есть одной трубой с цехов сливают так называемые якобы очистные ямы, которые из торфа созданы. И между плитами есть течь, а снизу есть специальные колодцы, которые собирают, чтобы не растекалось. И тут же прямо в нескольких метрах стоит другая труба, которая откачивает эти не выставленные очистные стоки от свинокомплекса, порядка 50 тысяч голов свиней, и разливают на поля с этим специфическим запахом, который не дает уже покоя долгие годы, практически с самого начала работы свинокомплекса, покоя, в плане того, что стоит запах на улице вот этого поросячего, помета, при котором, ну, невозможно жить. Сливая воду на поля, она разливается, и лайские пруды, они уже как бы все равно отравлены, и в них купаются дети. Подземные воды отравлены настолько, что 50-метровая скважина, пропуская воду через трехфильтровую очистку, имеют привкус вот этой парфюмерии, вот этого отхода в жизнедеятельности сунокомплекса. Ситуации не решаются. Вот так вот отходы просто выливаются на поля. По словам источника, 900 тонн ежесуточно. Стоит жаркая погода, тут же находятся села, малая лая, большая лая, лая. У жителей села давно уже стоят скважины по 50 метров. Раньше не пили чистую воду. Сейчас они пропускают через три фильтра, и наливая в кружку, чувствуется запах парфюмерии, то есть вот этих вот отходов. И это получается уже не только поверхностные земли сельхозназначения, получается и подземные воды, уже линза подземных вод отравлена вот этими стоками, что дает и показывает привкус воды, взятой скважиной 50 метров, и при этом пропущенной через три фильтра. Вот так вот идет работа уже не один год, и все решения суда по поводу строительства очистных сооружений не дают должного эффекта. Как жителям в сельских поселениях жить комфортно, когда они не могут в жаркую погоду просто открыть окна, потому что попадают удушливо вот этот запах вонючий отходов жизнедеятельности свинокомплекса Горноуральский при его работе.